Следующее видео, которое мы посмотрим, называется «Чудовищная секта. Саентология. Ты иллюминат». Так, это похоже видео с канала того самого Хохленка, который мне в личку жаловался, что ему не нравится, как я комментирую его видео. Он мне буквально плакал в личку. Так, ну давайте посмотрим, что он про саентологов сделал. Фонд борьбы с пиздоболами и мракобесием представляет. Видео в Ютубе на эту тему качует из аккаунта в аккаунт, подобно секретному материалу про Владимира Путина. Рекомендуем скачать. Данная религиозная группа наводит ужас на адекватных людей, грабит и психически истощает своих адептов до суицида. Поговорим о самой тоталитарной секте в мире – церковь саентологии. Узнаем историю, ритуалы и особенности, жертвы, скрытую и открытую пропаганду актерами через голливудские фильмы. Кстати, привет, меня зовут Никитич. Жгем мракобеси словом и напалмом лайков, комментариями... Никола скорее тебя зовут. ...и репостами, оккупируя тренды и рекомендованные. Ну что, саентологи, потанцуем? О, камикадзе. Итак, я открываю серию роликов про секты и, чтобы не пропустить следующее видео, я настаиваю прямо сейчас убедиться, что тебя YouTube не отписал от канала и поставлен колокольчик. Если тебе будет мало рассказанного, то по ссылке в описании можешь посмотреть мой разбор видео Руслана Соколовского на резервном канале Никитич.мп4 и убедиться окончательно, что это деструктивная, уничтожающая личность человека, религиозно-криминальная группа. Руслан, ты меня огорчаешь. Мне кажется, к концу твоего ролика у меня будет настоящая депрессия. Соколовский не долбоеб. По крайней мере, со слов самих же саентологов. Акт 1. История. Данная секта, как и церковь сатаны Антона Лавея, о котором мы говорили в видео про сатанизм, появилась относительно недавно, в 1950-х годах. В то время Владимир Михайлович Гундяев еще под стол пешком ходил. Поговаривают даже, что создатель церкви саентологии Рон Хаббар и Антон... О, это я. ...это я. ...это я, что он Лавей были знакомы и увлекался идеями сатаниста Алистера Кроулия. И утверждают, что его вера в рингар... Ну, вообще, эту информацию можно найти в книге «Кусочек синего неба», которая даже на русский язык была переведена. Ну, то есть, есть несколько популярных книг, разоблачающих саентологию. Это одна из них. ...нацию схожа с пантеистическим учением. Само название секты характеризует себя как от латинского «сио» — «знание», и от древнегреческого «логос» — «учение». Ну, саентология, она себя позиционирует как науку. Наука о знании. То есть, они познают истину в истине. ...сказывает свое гностическое мировоззрение, существование, перерождение человеческих душей, грехов, бесов научными способами. И зарабатывает на этом мое почтение. Рон Хаббард рожден в США 13 марта 1911 года. Писатель научно-фантастической литературы, создатель церкви саентологии и связанных с ней комплексов псевдонаучных практик, именуемые Дианетикой. Дианетика — это разработанная им книга и современная наука душевного здоровья. Данный термин и метод я поясню попутно, но, поверь моему слову, это лишь короткий список его достоинств. Самый успешный бойскаут в истории Америки, самый виртуозный пилот самолета в истории, капитан корабля и лицензированный мастер-мореход. Вот тут самый интересный момент. В его рекомендации на офицерскую должность были следующие характеристики. Здравомыслящий, преданный, честный и несравненный в умении доводить дело до конца. Не хватает, что он просто хороший парень и недурно пинает каштаны. Продолжим. Ветеран Второй мировой войны, физик-ядерщик, психолог, первооткрыватель первобытного континента на Карибском море. Это не моя какая-то ошибка. Так было написано, как на заборе. Хуй. Минералогический экспедитор, сценарист голливудских блокбастеров, офицер полиции особого назначения в Лос-Анджелесе. Ох, он был настолько востребованный писатель. Бедолаге приходилось использовать аж 15 псевдонимов. У него здесь... Ну, кстати, половина из регалий, которые сейчас перечислил автор ролик, они выдуманные. Ну, то есть, это официальная биография Хаббарда, в которую верят сами сектанты. Но проблема в том, что она ничего не имеет общего с действительностью. Даже обдаленно. Действительно имелся настоящий талант сказочного человека для сочинения своей репутации, который разоблачил его же, один из главных сотрудников секты Джерри Армстронг. На меня были физические нападения. Меня однажды сбили машины. В Южной Калифорнии меня и мою жену во время движения на высокой скорости пытались вытеснить на обочину. То же самое они повторили потом на автобане в Германии. Против меня было развязано 6 судебных процессов. Меня довели до банкротства. Кроме того, сфабриковали уголовные преступления и пытались довести их до суда, чтобы привлечь к уголовной статье. Единственные заслуги, которые имели достоверность, это его деятельность, писателя фантастической литературы, которая, на секундочку, исчисляется не менее в 600 произведений, как заверяет Википедия. Но не стоят эти заслуги путать с 10 тысячами печатными работами о человеческом разуме и духе, о которых говорит официальный сайт Elrond Hubbard.ru. Видите ли, в чем дело? Когда он стал лидером своей секты и начал нести в массы мракобесия, которая основывается на псевдонаучную писанину, пробудился в нем талант великого Балабола. И он был пойман за руку, получив Шнобелевскую премию в 1994 году. Пойман за руку, как дешевка. За работу по дианетике. Ты пойман за руку, как дешевка. А сами же адепты Аки Путино и Денот боготворят своего создателя церкви, несмотря ни на что. Но распознать саентолога на самом деле бывает сложно. Понимаете, он может быть похож на атеиста. Говорить о науке, разбираться в реактивных двигателях, шарить в биологии, к примеру. Но самый проверенный метод – это проявление гомофобии. Они уверены, что благодаря дианетике избавили от гомосексуализма Джона Траволта. А теперь пришло время пояснить, что это за научный метод такой, который стал особенностью этой религии. И почему произошел раскол этой церкви. Акт второй. Особенности. Гностической религии они называют себя неспроста. В сотнях писаниях, а не в одной книге, как это сделано в Библии или Коране, Рон Хаббард сделал коллаборацию с Ветхим Заветом. Чтобы было более наглядно, просто представьте себе совместное произведение «Звездных войнов» с богом Яхвы, Иисусом и Сатаной. Да, именно так. Сперва они подписывают договор на миллиард лет. И главной миссией является прохождение всех уровней аудитинга. Ну, договор на миллиард лет, он подписывается, когда ты в морскую организацию вступаешь в Сиорк. Чтобы избавиться от ингранов. Делая доносы на своих единомышленников, делать допросы этим единомышленникам, переворачивая их сознание вверх дном. Аудитинг называет курс допроса и психологического давления, который должен пройти верующий, включающий в себя на данный момент 8 уровней. И чем больше уровней ты проходишь, тем меньше у тебя инграммов. Они же беспокойные воспоминания или грехи, которые тебя беспокоят. Но как это выглядит? Прибор похожий на гальванометр, а еще больше на полиграф, он же детектор лжи. Называемый в кругах сектантов, еметр или психометр. И, естественно, за каждый аудитинг тебе нужно выводить... Не, обычный детектор лжи, он замеряет изменение пульса, биение сердца. А здесь измеряется уровень электрического сопротивления тела. Десятки, а то и сотни тысяч долларов. Или переписать свою недвижимость автомобиль. Ну, все потому что каждый уровень дороже предыдущего. В результате чего ты должен стать клиром. А до этого был говно какой-то, просто приклир. С каким-то тейтоном, который, между прочим, мог быть прикреплен тебе от космического пришельца. Но клиром они называют чистое существо. Как серж дурданчик, идущий к реке. И у тебя два выхода. Выход на мозг в полной свободе, это называется рай, или выход из секты, после чего тебя будут преследовать, пока не вернешься обратно в церковь платить деньги, или выйдешь в окно. О конкретных случаях, жертвах и жизненном кредо прихожанина мы узнаем чуть-чуть позже. Но какие особенности данного метода они продают своим адептам? Ведь опускание грехов распространяется везде. В христианстве, исламе и прочих религиозных группах. Заявлением на успех в жизни стало создание рукописи под названием Экскалибур, в которую был внесен принцип динамичного существования. Главным логотипом тоталитарной секты стал крест с восьмью оконечностями, что символизирует собой восемь динамик. Они же степени стремления к духовному существу. И совместному видео с Сержем Дурданчиком. Прошу тебя проверить наличие лайка, так как у многих он слетает. Давай так, ставь лайк, делай скриншот и скидывай мне в личное сообщение ВКонтакте или в Директ Инстаграма. А я добавлю тебя в друзья. Сделаем косячный Ютуб фичей. Ссылки в описании. А мы продолжаем. Первая практика была использована в военное время, а именно во время Второй мировой войны. Рон Хаббард считал и практиковал, что медицинские препараты будут работать эффективнее, если избавиться от умственных преград. Но, к огромному сожалению, ни у кого не хватило ума убрать этого мракобеса фуража. Рон Хаббард не принимал участия в боевых действиях во Второй мировой войне. Его назначили командиром корабля, и он обстрелял территорию Мексики, которая была дружественна Соединенным Штатам. Да, еще он приказывал стрелять по открытой водной глади, утверждая, что там японские подводные лодки находятся. Но никто, кроме него, этих подводных лодок не видел. Но сам Хаббард утверждал, что он был командиром корабля, который был потоплен в ходе боя с японскими подводными лодками. И он один выжил, и он там на каком-то куске дерева дрейфовал несколько суток в океане. Он ослеп от палящего солнца. Но потом он выжил, попал в госпиталь и сумел себя оздоровить при помощи дианетики и саентологии. Но эта история является выдуманной просто от и до. Чтобы по-человечески можно было ухаживать за ранеными солдатами. Затем книга под названием «Дионетика», названная автором как «Научное достижение», стала руководством пользователя электропсихометром и предметом осмеивания, так как он заявлял, что это панацея от всех болезней физического и психического характера, а также повышает IQ. Ну а в итоге ему это не помогло. И Рон Хаббард подох от инсульта. Ежи вообще считает, что он умер от рака мозга. Возможно, это был просто юмор. В ней также написано «Открытие реактивного ума», благодаря которой можно узнать о прошлой духовной жизни. Ну, причины смерти Хаббарда, они дискуссионны. То есть, у него, да, у него были проблемы с сердцем. Один раз у него там тромб отвалился, он чуть не сдох, но его откачали. Вот, так что... Просто тело потом было кремировано, и, значит... Ну, когда он умер, да, и поэтому... Есть разные мнения относительно причины смерти. Но самое распространенное, это, кстати, рак мозга. Действительно были проблемы с мозгами. Скрытого источника кошмаров, необъяснимых страхов, расстройств и чувства незащищенности. Чуть не забыл. Этой религиозной группе не интересны нищие люди. Они будут привлекать в церковь и промывать мозги только тем, у кого есть деньги. Кем можно воспользоваться, у кого есть либо должностной статус, либо талант. И так или иначе, любой может стать жертвой, если талантом окажется интеллект, и адепт пойдет против системы. Акт третий. Жертвы. Самые яркие представители этих преследований, угроз жизни и репутации, это Джерри Армстронг, бывший секретарь Рона Хаббарда. Это актриса и модель, подруга Тома Круза, Леа Реминия и эксперт-религиовед Лариса Астахова. Стоит начать с первого пострадавшего, так как он стал первым лучиком надежды для здравомыслящих людей, которым не безразлично, что происходит с другими людьми. А вот у Джерри оказалась доказательная база. По его словам, после очередных прохождений курсов одитинга, человеку выпала уникальная возможность попасть на водное судно Аполлон. Да, сейчас оно называется Free Wins. Где постигаются все красоты восьми динамик и прикосновения к светиле секты, переживая различные формы унижения и абсурдных должностей на корабле, дошла таки очередь на новую феодальную ступень. Стать представителем юридического отдела судна, где он столкнулся с первыми нарушениями морских законов. Коррупция, шантаж морских офицеров от лица Джерри во благо секты все больше наталкивало на мысль, что творится что-то странное и противозаконное. Ну, там на этом корабле была таинственная смерть, когда девушка... То ли она застрелилась, то ли ее кто-то застрелил. Опять-таки, кому интересно, читайте книгу «Кусочек синего неба», которую на русский перевели. Там очень много интересного про секту. А после того, как он поспорил с секретарем, тогда это была жена Рона Хаббарда, а потом пошутил по поводу бездарных роликов создателя церкви. Его отправили отбывать наказание на... Ну, жену Хаббарда, кстати, потом очень жестко... из секты вытеснят уже руководство Мицкевича. 25 месяцев в так называемый отряд традиционных проектов. Это были 80-е, и тогда ФБР тщательно следили за сектами, так как было немало жалоб о нарушениях прав человека. Коррупционных сговоров, не отряд традиционных, а отряд реабилитационных проектов. И экстремистских действий. Жену создателя церкви арестовали и посадили в тюрьму по уголовке. И до приезда ФБР филиалы саентологии... Джерри... Ну, жену арестовали за то, что они документы у ФБР выкрадывали. Вот. То есть ее посадили, потому что она всю вину на себя взяла, чтобы Хаббарда самого из-под удара вывести. Армстронгу была команда от Рона сжечь все документы, среди которых были найдены все опровергающие документы о супергеройской жизни Рона. Все, что писало себе, все врученные награды, заслуги, титулы, статусы оказались фальшивками. И как только человек начал уходить из этой агрессивной структуры, церковь саентологии добилась... Не, на самом деле он занимался составлением официальной биографии Хаббарда и нашел все вот эти документы, и это его полностью индоктринировало, потому что он понял, что вся официальная биография Хаббарда — это фейк. Пилось наложение судебного запрета говорить слово саентология, налагая штраф в десятки тысяч долларов за каждое произношение. Относительно меня был судебный приговор в Соединенных Штатах, согласно которому я не имею права даже произносить слово саентология. Каким образом удалось получить такое невероятное судебное решение, это очень долгая история. Она включает в себя коррупцию и искажение судебного процесса. Мне запрещается произносить слово саентология и говорить хоть что-то о моем 42-летнем теперь уже отношении с этой организацией. Другая группа ушедших из тоталитарной секты, в число которой входил еще один приближенный к Рону Хаббарду, подробно рассказал о нарушениях прав человека. Одно из наказаний для отступившегося от канона было вылизывание туалета языком, поедание пищевых объедков других саентологов. Одного начальника как-то заставили мыть пол в туалете языком. Другому надели на голову ведро. Женщины били по нему и называли его лесбиян. Постановлением Госдумы от 1996 года церковь саентологии квалифицирована как деструктивная религиозная организация, тоталитарная секта, деструктивный культ. Однако, в следующем году в связи с принятием закона о свободе совести и религиозных объединениях это постановление утратило силу. Но с 2013 года по настоящий момент ведутся обыски филиалов. Пять саентологов получили уголовный срок за унижение достоинства прихожан, аферизм, нелегальный бизнес, продаж товаров и услуг, которые в настоящее время объявлены экстремистскими. Общая сумма дохода от сбыта филиалии Санкт-Петербурга составила около 200 миллионов рублей. А одна прихожанка мошенническим образом собрала 130 миллионов рублей с дольщиком. Когда открылось уголовное дело о выдаче... Да, обманутые дольщики. То есть это вот люди, которые хотели недвижимость купить, их наебали на деньги. Так что преследование саентологов не имеет ничего общего с ограничениями свободы вероисповедания в России. Их за мошенничество судили. Преследование религиоведа не прекращались годы. Человеку приходилось самой доказывать, что у нее есть ученая степень. И опять ее пришлось ей защищать. А также, что у нее имеется компетенция судить эту социальную группу. Как заверяет президент Российской Ассоциации Центров Изучения СЕК Александр Дворкин, в учении Рона Хаббарда о подавляющей личности говорится следующее. Любой саентолог, не опасаясь наказания, может лгать, лишать собственности, красть, подавать в суд и может уничтожить физически. И Хаббард сказал, что любой саентолог, не опасаясь наказания, может лгать подавляющей личности, подавляющей личности, так у них и обозначают врагов секты, может лишать ее собственности, то есть красть на нее, может подавать на нее в суд и может уничтожить ее физически. ФСБ связала фигурантов дело о хищениях на гособоронзаказе с саентологами. Вы просто представляете, они умудрились себе присвоить часть государственных средств. Выделенных заводу на оборонзаказ шла на финансирование саентологической церкви, а предприятие прикрывало выпуск новых станков ремонтом старых. Руководитель Липецкого станкостроительного предприятия штрафовала своих работников за отказ читать саентологическую литературу. Актриса и модель Лерия Минни, участвуя в подкасте с Джо Роганом, подробно рассказала, насколько деструктивна на ней сказалась саентология. Проведенные школьные годы были не в обычном образовательном учреждении, а со специальным саентологическим уклоном. Вместо обучения школьных программ, она изучала литературу и учения Рогана Хабарда, которые из раза в раз у нее вызывали лишь скуку, так как у нее уже в подростковом возрасте ярко был выражен интерес к естественным и гуман... Голос похож на Джаст Илью, кстати. Может быть, Джаст Илье заплатили, чтобы он это озвучивал? Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова